ТПС Оливер Лаурицын, седьмой номер Митти Йокинина под четвертым, это пара защитников. Шайба на синей линии, Орел в касании заряжает Ховенен, легко отбивает шайбу в сторону. Кастер Лунделл, девятнадцатый, Сандри Хартиканин, семьдесят девятый, Атукария Ланинс, восемь второй, это четвертая тройка. Хивка и выход два в одного получается. Лунделл, нет, это, прошу прощения, не Лунделл был. Пусть того, кем он может встать, позволяет вытащить его себе гораздо позже. И все-таки, да, удается. Второй раз было очень близко, и во второй раз... В сути, первая затяжная позиционная атака, которая началась с того самого эпизода, когда не удалось Ховенена переиграть. Атыскуеву поборолся за воротами, и первым вроде бы к шайбе успевал девятый номер Сенса Кукуеву, но в итоге... Сенса Кукуеву должен успевать, да. Да, но в итоге первым все-таки оказался на ней Жан-Крестон Боден, бросил в ближний угол и рикошетом добрать шайбу после выигранного выбрасывания. Секла от красной линии, выбрасывает шайбу в зону атаки. Никим Аксостен проводит целовой прием. Такая по-спортивному злая команда у Хивка в этом году. То есть мы в этом сезоне с самого начала чемпионата можем наблюдать за Лео Комаровым, который тоже большая часть прошлой регулярки пропустил из-за травмы, которую он получил еще на предсезонке. Так, выход 2 в 1. Передача от Атыскуеву не удалось в Велимунке. Попасть по шайб ворота Нико Ховенина отскакивает. Получается, Нико Ховенин играл против Сайпы и вот в предыдущем матче против Ильвиса, когда Хивк выиграл с отсчетом 4-0. Но, кстати, обрати внимание, вот мы называли эти цифры сумасшедшие и при счете 1-1 и в целом равной игре у Ховенина сейчас 90% отраженных бросков, да? За счет того, что ТПС сам себе придумывал вот эти моменты из-за неудачного выхода из зоны. Когда, помнишь, Юрий Лектере шайба перехватил, выход 2 в 1 с Пакарениным получился. Это ведь тоже в своего рода голевой момент с такими-то исполнителями был, просто тогда не удалось Юрию Лектере подстроиться под обратную передачу на пустой угол Ира Пакаренина. И вот еще один перехват, и вновь Пакаренин убегает к воротам, бросок гол. 2-2, счет становится, Ира Пакаренин. 2-2 сезона в НКЛ, и при этом сказать, что это эстетически было прекрасно, я бы не решился. Да, я бы тоже. Мне, кстати, вообще вот эти вот игры... В зоне атаки, Орел возвращается за них своим воротом. Слышает оставить шайбу своему партнеру. Лектере на ближний порт сделал передачу, Атаскоеву набрал скорость, удаление будет зафиксировано. А, конечно, блокировка фиксируется, и штраф... Вот здесь, посмотрите, да? Ну, вот такой фолл достаточно... Технический, я бы сказал, очень значительный степень. Туда синяя линия, развернулся, делает передачу, Атаскоеву, Линдроф, Коеву. Направо, бросок касаний вельями Марила наносит. И над своим пятагем вновь внимательный игрок Ихивка. Ну, вот, Иоанн Сараско нам только что показывали в крупном. Сегодня, напомню, он проводит свой 500-й майк. На фоне чего, в первую очередь, первым же броском забивает Сеппола по воротам на увале. А у ТПСа было определенное игровое преимущество. А сейчас получается, что Ихив и повел в счете, и игровое преимущество у Ихивка. Ну, вот теперь ты меня поправил, и теперь он устал. Вот, прям, наиболее точное описание, да. Согласен. В последних играх Юкурит вышел вперед в матче против Луку. 2-1. Юкурит, напомню, сезон пока, откровенно говоря, проваливает. И уже, как бы, да, уже пора набирать какие-то очки Юкуриту. С последнего места, с максимальным количеством матчей. Эстер Питту Лайнин и Людвиг Терсон забросили по шайбе с разницей 4 минуты. Бросок, гол! Да, удается! Удается! В интервале 2-3 минут. Хорошее время для броска выбрал Ронни Семенин, потому что Ховенин, обратите внимание, вот он, вот он, вытягивается. И то, опять же, о чем мы и говорим, в этой ситуации Ховенин вытягивается в струнку и не успевает вовремя опуститься на чутки. Потому что момент-то броска он видел, но из-за того, что клюшка на весу, из-за того, что он достаточно равный хоккей, но волнообразный получил. То есть, преимуществом одной команды, другой. И во второй половине как раз команды забросили все три шайбы. Ну, еще можно сказать, что это второй период им не легче. О, да. То есть, он как бы на своем уровне. Мы отмечали как раз, вспоминали про его новый контракт. Сегодня у Коево одна, результативная передача есть. Акшайба отправляется к воротам нового Олев. Тепла, бросок, плечом отбивает вратарь ТПС шайбу. Ну, а так как на этом не завершилась, фан Механа, Остана... ...матически вышла вперед, по ходу третьего периода. О, Яни Куканец после передачи Джейсона Фукса. Минуте, согласно онлайн протоколу. Олимдров не позволил раскрыть шайбу из зоны. Следующий матч, напомню, что Хиф проведет пятницу. Ну, и эта игра будет уже в Турку сыграна, как вы понимаете, против ТПС. Да, вряд ли это будет. Играли недавно, наверное, и тем другим в каком-то роде подспорье. Тут дело все в том, что тренер ТПС, я вот говорил вам, что он крайне много критических стрел говорил в адрес того, как команда играл. Не результата, а того, что вот у нас не получалось то и это. Про сегодняшнюю игру, если смотреть...